Детское радио представляет Много чудес на земле, всех не перечесть А в России есть чудеса не только на земле, но и под ней Что это за место? Огромный зал с высокими сводчатыми потолками Стены украшены разноцветными панно На лепном потолке искрятся хрустальные люстры Может это дворец подземного короля? Вряд ли Слишком шумно и уж очень много людей Одни все время куда-то спеша Другие наоборот внимательно рассматривают Роспись стен и потолков Фотографируют и совсем не торопятся уходить В этом дворце каждому найдется место Это Московское метро Московский метрополитен – основной транспорт нашей столицы Каждый день с раннего утра и до поздней ночи Подземные поезда развозят миллионы пассажиров Во все уголки огромного города Составы подходят к станциям каждые 3-4 минуты Все здесь так четко и слажено Что можно точно рассчитать самый сложный маршрут Вот почему москвичи так любят метро Всюду можно успеть А ведь еще каких-нибудь сто лет назад Когда инженеры Евгений Кнорре и Петр Болинский Только предложили свой проект подземки Московским градоначальникам Те решительно дали им отворот-поворот Почему же не приняли такую отличную идею? Да просто в те времена в Москве были очень популярны трамваи Поэтому идея запустить почти такие же трамваи В подземных тоннелях Показалась весьма неразумной К тому же строительство этих тоннелей Требовало немалых денег И инженеров посчитали просто фантазерами Но прошло не так уж много времени И метро в Москве все же появилось В 1935 году открылась первая линия И главное, как же вовремя? Через несколько лет началась Великая Отечественная война В 1941 году, когда немецкие войска Подобрались вплотную к нашей столице Станции метрополитена, находящиеся глубоко под землей Во время авиационных налетов Использовались как бомбоубежище Сколько жизней тогда спасло метро? Правда, в случае, если бы неприятель прорвался на территорию города Московская подземка была бы тут же затоплена Нельзя же было допустить, чтобы такое чудо досталось врагу Уже началась эвакуация вагонов из-под земли Вовсю рубили электрические провода Но в решающей битве наши войска тоже сотворили чудо Они отстояли Москву А вместе с ней осталось нетронутым и московское метро Сегодня ни один турист, приезжающий в столицу, не пройдет мимо метро И не только потому, что ему надо куда-то ехать Просто оно невероятно красивое На высоких потолках Маяковской Можно до головокружения разглядывать цветные мозаики с летящими самолетами На площади революции сфотографироваться со всеми бронзовыми скульптурами И обязательно погладить нос служебной собаки, сидящей рядом с пограничниками Москвичи верят, что эта бронзовая овчарка исполняет самые заветные желания Станция Киевская похожа на Царский дворец Всюду сияет белый мрамор и позолота На Менделеевской, названной в честь знаменитого химика, светильники похожи на кристаллическую решетку А станция Новослободская переливается калейдоскопом ярких светящихся красок Она украшена сказочными витражами из цветного стекла Красивые старые станции, расположенные в историческом центре Москвы Но и вновь построенные не уступают им своей монументальностью и величием Некоторые из них признаны во всем мире как настоящие чудеса инженерной мысли Чего стоят одни только Воробьевы горы? Впервые в мире станция метро была построена не под землей и даже не на земле, а над ней Точнее над Москвой рекой Эта станция своеобразная смотровая площадка С ее платформы открывается удивительный вид на реку Спортивный комплекс Лужники и на знаменитый Московский университет Ну а кто из нас не любит прокатиться на эскалаторе? Знаете, где находится один из самых длинных подземных эскалаторов в мире? Ну конечно же в московском метро На самой глубокой станции под названием Парк Победы Эскалатор такой длинный, что не видно где он заканчивается Но спустя 4 минуты вы оказываетесь внизу Путешествие окончилось Но само метро бесконечно удивительное и чудесное Недаром оно признано самым красивым метро в мире Моя чудесная страна